Эхо Москвы Радио Кировград 16+. Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает сегодня депутат Законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Мы договорились с вами сразу. Ещё в пятницу, что мы посмотрим, как пройдёт масштабная проверка качества уборки уличной дорожной сети в городе Кирове, о которой заявили городские власти. Ещё в пятницу Илья Вячеславович Шульгин, наш сети-менеджер, сказал, что рейды будут проводиться по всем улицам очень плотно, очень внимательно. И он обяжет подрядчиков, обязывает подрядчиков все выявленные недостатки убрать. И вот мы видим первые результаты. Первый отчёт был 24-го числа. С 7 до 21 вечера практически 13 часов объезжали городские власти все улицы. Наибольшее количество замечаний было высказано по уборке тротуаров. И, как сказал Дмитрий Печёнкин, начальник департамента городского хозяйства, подрядчикам поставлена задача обеспечить расчистку в ночь всех дорог, где днём сделать ничего не удалось из-за припаркованного транспорта и особое внимание уделить второстепенным улицам усилить расчистку тротуаров. Вот в таких действиях властей видите ли вы что-то новое и считаете, если да, то считаете ли это эффективным? Ну, конечно, радует то, что власть уделяет внимание второстепенным улицам. О них часто забывали и оставляли их, так скажем, неубранными. Радует, конечно, это изменение. Посмотрим, как оно будет реализовано. И по тротуарам, конечно же, очень большая проблема в городе для пешеходов. А я считаю, она остаётся, и нужно ей уделять особое внимание. Мы помним из опыта прошлых лет, что власти всегда говорили о том, что необходимо в первую очередь бросить все усилия на магистральные улицы, большие и широкие. А на второстепенные постольку-поскольку, то есть на сколько хватит сил обращали внимание. И там было две причины основные, которые называли подрядчики. Это, во-первых, нехватка техники для того, чтобы расчистить, а, во-вторых, припаркованные нами с вами автомобили. То есть люди сами виноваты. Буквально сражения шли за это, особенно вот как раз на второстепенных улицах, что вот припаркованы, поэтому, пожалуйста, вот вам одна полоса, отвалы такие сваливались на автомобили, может быть, вы сами с этим сталкивались. И все. Теперь задача стоит расчистить. За счет чего? Я не знаю. Больше стало техники? Или изменилось сознание подрядчиков? Или это новые городские власти все-таки приводят в себя их подрядчиков и принимают правильные решения? Ну, я думаю, наверное, последнее утверждение верно. Все-таки власти взялись за голову и решили более ответственно подходить к выполнению своей работы. И второстепенные улицы должны убираться точно так же, как и магистральные дороги. Потому что по ним порой бывает тоже большое движение. И вообще, в принципе, работа эта может проводиться. И припаркованные автомобили тут не помеха. Можно выставлять временные знаки и сообщать жителям о том, что улицы будут убираться в такое-то время с просьбами не оставлять автомобили. Я думаю, у нас сознательные граждане на такие, так сказать, обращения будут обращать внимание. И транспорт оставлять не будут. Ну, а те, кто оставят, можно, в принципе, эвакуировать, потому что временные знаки позволяют это делать. Да, кстати, мы давно говорили, вернее, власти давно говорили о том, что будет организована муниципальная служба эвакуаторов. Пока ничего не слышно. Но вы, в принципе, за то, чтобы существовала такая служба и за то, чтобы эвакуировались автомобили? Я, конечно же, за. Все автомобили припаркованы в неположенных местах, считаю, должны быть эвакуированы. Потому что у нас сейчас работа эта проводится, так скажем, нерегулярно и неповсеместно. И считаю, что тут должна в комплексе решаться эта проблема. То есть мы должны организовать парковочные пространства. Может быть, пора задуматься нам о организации платных парковок. И, соответственно, если уже люди будут стоять в неположенных местах автомобили, конечно, нужно решать вопрос об их эвакуации. Я напомню нашим слушателям, кто только что присоединился, что это особое мнение депутата законодательного собрания Федора Сураева. Мы разбираем вопрос масштабной проверки муниципального контроля за качеством уборки уличной дорожной сети в эти выходные. Сама форма вот этой масштабной проверки, когда достаточно большая комиссия, 13 часов в сутки работает над тем, что объезжает все улицы, смотрит, как работает техника, смотрит, как работают подрядчики. Два дня они работают в снегопад. Причем снегопад такой был, так скажем, еще, да? Средненький был снегопад. Комфортный вполне для людей. Только снегопад. Вот такая форма работы, вы считаете, она оправдана? Я думаю, оправдана. Когда чиновники сами своими глазами видят результат работы подрядчиков, я думаю, это, так скажем, подтолкнет их к большему контролю и призыванию к ответственности этих подрядчиков. То есть, когда они своими глазами видят то, что происходит, а не то, что им докладывают. Вот мы убрали столько, вывезли столько, а по факту улицы не очищены. Я думаю, тут работа в этом направлении будет проводиться более продуктивно. Требуются ли такие проверки, вы считаете, на протяжении всего зимнего сезона? Или вот сейчас так жестко попроверяют, потом отпустят? Нет, я считаю, что контроль должен быть стабильным, регулярным. То есть, если такого контроля не будет, опять подрядчики станут работать спустя рукава, и улицы будут неубранными. А если их держать в тонусе постоянно, тогда они будут более ответственно подходить к выполнению своей работы. еще одно нововведение, как нам кажется, ну, я, по крайней мере, раньше с этим не сталкивалась, или такого внимания, такого пристально не смотрели на эту проблему городские власти. Подрядчикам поручили пересмотреть методы работы с реагентами. Дело в том, что их распределяют утром, и они минимум два часа должны работать со снегом, потом они превращаются в такую вот кашу, нам хорошо известную, которая остается на наших ботинках и портит, и мы по этой каше идем, по тротуарам. И дальше вот эту вот кашу они выбирают, убирают уже вечером. Собственно говоря, вот здесь вот грязная снежная каша, я сейчас цитирую Александра Ященко, заместителя главы администрации, портит весь вид города и нивелирует ощущения от уборки, особенно на тротуарах. Если не хватает техники в течение дня, выводите рабочих на ручную уборку. Ну, тут много, наверное, споров. Может быть, по этому поводу. Я вообще приверженец, так скажем, новых технологий в этом направлении, потому что сейчас уже разработаны технологии, которые предотвращают появление вообще снежного покрова. То есть реагенты наносятся не после того, как выпал снег, а до. То есть они наносятся в жидком виде и снег не ложится вообще на дорожное покрытие, и, соответственно, никакой каши не образуются, и потом убирать ничего не нужно. То есть может быть нам вот на это обратить внимание, потому что такие технологии уже есть и успешно применяются в других городах. Сейчас прервемся на полминуты. Это особое мнение Федора Сураева. После перерыва посмотрим, как это работала очередная сессия областного законодательного собрания. на прошлой неделе было как раз заседание, и там несколько вопросов, которых в обсуждении, о которых вы активно участвовали, вот мы их и поднимем в нашей программе. Особое мнение на 101FM Это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат областного законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. Есть несколько моментов, которые хочется с вами, Фёдор, обсудить по итогам заседания областного законодательного собрания, которое на прошлой неделе состоялось. Конечно, мы поговорим и о сельхозпроизводителях, потому что это ваша, собственно говоря, тема, но прежде всего хочется затронуть следующую социальную тему. Проект о внесении изменений закон Кировской области о мерах поддержки социальной поддержки семей, имеющих детей. Проект касается той самой пятитысячной выплаты одному из родителей или усыновителей ребенка, в семьях которых среднедушевой доход меньше 21 тысячи рублей и нет места в детском садике. Какие здесь могут быть споры? Вроде бы все понятно абсолютно. Законопроект предусматривает выплату не только на второго ребенка, как об этом говорили там ранее, но и на всех детей в случае отсутствия мест государственных или муниципальных учреждений дошкольного образования. Ну вот как раз предыдущая редакция этого законопроекта предполагала выплату только на второго ребенка. Наши коллеги депутаты от ЛДПР внесли изменения в этот законопроект и предложили выплачивать на каждого ребенка, если в том случае, если нет места в детском садике или нет вообще детского садика в том так скажем населенном пункте, где проживает ребенок. Начиная с первого ребенка? Каждому ребенку, на каждого ребенка, то есть если у вас трое детей и все трое не могут попасть в детский сад, то выплата за каждого ребенка, потому что мы понимаем, что в таком случае кому-то из родителей приходится каким-то образом эту проблему решать, то есть либо самостоятельно находиться с ребенком, либо платный детский садик отдавать, либо бабушке, дедушке еще какими-то способами. Поэтому наши коллеги предложили расширить круг получателей, но так как средств областного бюджета конечно же у нас недостаточно, поэтому это предложение не прошло и закон остался в том виде, в котором был принят до этого. и что тут можно поделать? Будут ли какие-то в перспективе изменения? Будут ли в течение года пересматриваться эти решения? И возможно ли это сделать в рамках года внутри бюджета, который уже утвержден? Я так полагаю, что изменений никаких не будет. Решение принято скорее всего окончательно. Попытки еще раз пройти с такими поправками я думаю не увенчаются успехом. а делаться в этом направлении будет вот что. Нам заместители губернатора сообщают о том, что будут построены и введены в эксплуатацию в этом году несколько дошкольных учебных учреждений и в следующем году еще несколько и проблема с отсутствием мест в детских учреждениях будет решена полностью. То есть они нам об этом заявляют, обещают. Мы очень надеемся, что это произойдет. Но пока это не произошло. Вот мы коллег от ЛДПР поддержали и также считаем, что такая мера необходима. Но раз решение не приняли, что ж, значит останется как есть. Ну надо сказать, что несмотря на то, что обсуждался этот вопрос и несмотря на то, что была встреча с заместителем представителей правительства и с губернатором родителей детей, у которых нет детских садиков, тем не менее, кировчане вышли на митинг. Они вышли на митинг, они на протестную акцию в парк к Степану Халтурину под флагами ЛДПР, надо сказать, с плакатами «Наши дети, ни куклы, не играйте с ними». И несмотря на то, что вот такие убедительные достаточно доводы приводил и губернатор, и Дмитрий Александрович Курдюмов, и раньше еще, в том числе и в нашем эфире многократно об этом говорил Илья Вячеславович Шульгин, а говорили они о том, что беспрецедентное количество сейчас средств поступает на строительство детских садиков в Кировской области, и мы, по-моему, даже в пятерке лидеров по стране, где строятся садики, действительно в большом количестве, и в следующем году тоже будут. Вот все равно люди выходят на митинг, что бы это значило? Вот все-таки это, и вышли они под флагами ЛДПР, вот все-таки это какая-то партийная акция, или люди действительно не верят, и тогда почему? Ну, я так думаю, вышли, потому что ситуация сейчас напряженная, и многим сейчас не хватает. Именно в этом году возникла такая насущная проблема, что очень, большая нехватка количества мест в детских садах, вот, и поэтому люди с этим не согласны, и выходят на улицы с протестными акциями, но я все же надеюсь, что вопрос решится, и в следующем году ситуация поменяется в лучшую сторону. Еще одна мера, которую принимает правительство совместно с городской администрацией, и об этом говорил тоже на встрече губернатор, он сказал, что введено новое правило для застройщиков при получении земли он обязуется обеспечить новый микрорайон необходимой инфраструктурой. Это значит, он должен построить социальные объекты, садики, поликлиники, школы и прочее. Вот, если вы вспомните, как это было раньше, то всегда, когда презентовали новый микрорайон, любой, всегда говорили, будут построены садики, там, школы, инфраструктура, площадки, бла-бла-бла. Потом мы видим, что годами это все не строилось. В прошлом, я теперь даже бы сказала, что такой отчет можно смотреть с перспективы 15, 10 и даже 5 лет назад. Видите ли вы, что существенно меняется ситуация сейчас, подходы застройщиков возможно меняются, и хватит ли у властей сил или политической воли, заработает ли этот закон на уровне губернии нашей, нашей области, что застройщики будут одновременно приступать к строительству соцобъектов и жилья? Ну, вот эти вот изменения вступили в силу недавно, да, о том, что вот застройщики должны планировать и там объекты, инфраструктура и все. Вот, и, насколько мне известно, пока по новым правилам еще никто ничего не построил. Вот, как будет это реализовываться в дальнейшем, ну, мы посмотрим, потому что, ну, сейчас я лично не знаю такого примера. вот, а до этого у нас все точной застройкой, там, соответственно, более низкие требования там и по детским площадкам, и по парковочным местам тоже были требования занижены, так скажем. Вот, сейчас правила изменились, ну, давайте посмотрим, как начнутся строить по новым правилам. Ну, я знаю пару примеров таких, пару примеров таких от нескольких компаний кировских, которые за последнее время там взялись за социальные объекты, и даже в точечной застройке, когда встроенные детские садики делают, но детскими садами не охвачены достаточно большие районы, в том числе и центра города Кирова. Центра города Кирова, если мы с вами посмотрим от Октябрьского проспекта в сторону улицы Производственной, да, вот вся эта улица Московская с многоэтажками, которые там выросли, там ни одного соцобъекта нет, ни садика, ни поликлиники, ни школы, и вот эти люди непонятно куда поедут, хотя мы видим один пример с школой в Шевелях, да, вот в этом овраге Луковицком, который прилегает к улице Профсоюзной, куда все-таки власти зашли и планируют построить школу, хотя там большое сопротивление. Вот сейчас, если про улицу Московскую не говорить, давайте про Луковицкий овраг поговорим. Вы читали, наверное, что приводят доводы и предприятия, которые рядом находятся, что у них там охранная зона и никак невозможно строить школу, и что шумно будет на прилегающих территориях. Вот эта борьба кажется вам понятной или странной, что вроде бы власти идут навстречу требованиям граждан и находят место под социальный объект, но тем не менее подключаются предприятия, которые говорят, что нет, тут соцобъект строить не надо, потому что вот у нас охранная зона, да еще и две такие крупные магистрали. Которые будут шуметь и мешать детям. Ну, при выборе вот места для строительства школы нужно, конечно, учитывать, ну, так скажем, интересы больше граждан, я считаю, и возводить учебные учреждения в местах, так скажем, большого проживания людей, то есть, где больше людей находится, там, соответственно, где-то рядом должны быть социальные объекты, не на каком-то отшибе, не в какой-то промзоне, поэтому нужно ответственно подходить именно к выбору мест для строительства. Следующий вопрос, который тоже разбирался на законодательном собрании, на заседании законодательного собрания на прошлой неделе, это вопрос, который касается сельхозпроизводителей. И мы говорим о том, что по отчету Минфина количество субсидий, общий объем субсидий, который направляется в следующем году, в 2019 году, сельхозпроизводителям, не изменился, не уменьшился, самая главная фраза, он не уменьшился. И здесь развернулась полемика, большой материал вышел в свежем номере газеты «Бизнес-новости» по поводу этого как раз вопроса, и сельхозпроизводители не согласны с тем, что не уменьшение количества субсидий – это хорошо. Они говорят, что этого недостаточно. Почему критикуют сельхозпроизводители такие решения? Ну, потому что затраты у сельхозпроизводителей постоянно растут. То есть все там ГСМ, мазут, дизельное топливо, все комплектующие, там сельхозтехника, все это растет в цене. И порой быстрее, чем на уровне инфляции. И, соответственно, если мы оставляем такое же финансирование агропромышленного комплекса, как в предыдущем году, это фактически уменьшение финансирования, потому что оно не проиндексировано. То есть сельхозпроизводители несут большие затраты, но при этом получают столько же, сколько и в прошлом году. но тогда нужно честно сказать, что мы снижаем фактически. Если в сопоставимых ценах говорить, то это фактическое снижение. И когда ставится сначала задача о том, что нужно увеличить надое молока до миллиона тонн в год, а сейчас на уровне 600 тысяч у нас идет. Это знаменитая программа «Миллион тонн молока». Да, то есть за счет чего это будет делаться? У меня вот такой вопрос. То есть если мы фактически снижаем финансирование этой сферы и строим планы о увеличении надоев, с какого перепугу, как сказать? Откуда взяться этому увеличению? То есть если у нас есть планы какие-то по развитию этой сферы экономики, значит нужно прилагать туда какие-то усилия. Если не хватает собственных средств, нужно обращаться к федерации и говорить о том, что у нас есть такая проблема, что вот у нас такие планы, мы в дальнейшем принесем такие результаты, заплатим столько налогов, нам нужно столько денег. То есть я считаю, диалог таким образом должен быть построен. А администр сельского хозяйства господин Котлячков какое участие принимает в этом процессе и чью сторону он занимает? К сожалению, не присутствовал ни на последнем заседании аграрного комитета, мнение его послушать не удалось. Вот еще одну проблему сельхозпроизводители отмечают. Это отсутствие газа в районах области. И цифры приводят очень серьезные, переплачивают из-за отсутствия газа за мазут по 90 миллионов хозяйств в год. О чем они говорят, что они готовы были бы эти деньги в хозяйство снова вкладывать и развивать и обеспечивать эти миллионы тонн молока. Но нет газа, есть дорогой и дорожающий мазут. И я пока не видела из материала снова по бизнесным новостям, что власти что-то про газификацию вот этих конкретных районов говорили. Перспектива есть? Ну, программа газификации есть, она разработана, утверждена. И вносить туда какие-то изменения я думаю не представляется возможным. Эта проблема также актуальна и для группы наших компаний. Вот у нас есть Орловское отделение по производству полутвердых сыров и там мы тоже работаем на мазуте. И газификация позволила бы нам увеличить объемы производства и инвестировать туда существенные суммы и развивать там производственную площадку. Но в планах этого района нет. То есть Орлов не будет подключен к газу и поэтому уже идет там вопрос о выборе другой площадки и развитии там другой площадки. О переносе производства. Перенос производства что это для предприятия и что это для жителей Орловского района? Ну для жителей я думаю это существенный удар будет. Я не думаю что в ближайшем будущем мы свернем там окончательное производство. но развитие на той площадке инвестиции в тот район я думаю не актуально на данный момент без газификации. Прервемся на полминуты и я бы хотела чтобы после перерыва вы, Федор, прокомментировали историю которую представил Анатолий Маликов директор ООО молоко. Он сказал что Татарстан газифицирован на 90% а Кировская область на 35%. И при этом мы понимаем что вот по производству молока Татарстан наш прямой конкурент. Сможем ли мы выдержать конкуренцию при таких инфраструктурных условиях. Особое мнение на 101FM Это программа Особое мнение у микрофона Светлана Занько Своё особое мнение сегодня высказывает Фёдор Сураев депутат областного законодательного собрания. Мы возвращаемся к сельхозпроизводителям и к производству молока. И вот я приводила высказывание Анатолия Маликова директора ООО молоко он говорил что в Татарстане газифицировано 90% территории у нас 35%. И в связи с этим начинает это наш ближайший сосед абсолютно точно который там семимильными шагами движется по всем направлениям вперёд и между прочим на его территории представлены огромные перерабатывающие предприятия мировых гигантов да Данон Вимбельдан если мне не изменяет память и то и другое там представлены а мы хотим развивать свою переработку здесь мы хотим составлять конкуренцию как при таких условиях мы можем конкурировать ну в таких условиях конечно сложно конкурировать и вот я господина Маликова конечно очень понимаю потому что у него есть точно такая же проблема есть площадка производственная в Кировской области которую они так скажем работают на мазуте вот и газификация тоже в этот район не планируется вот поэтому я его прекрасно понимаю и конкурировать конечно с Татарстаном очень сложно потому что у них ну во-первых вот вы сказали то что там крупные перерабатывающие предприятия международная компания представленная также у них есть очень сильная поддержка из регионального бюджета когда вот случилось в этом году снижение цен закупочных на молоко то им сразу предоставили там на литр молока до 4 рублей то есть компенсировали компенсировали да то есть нашим сельхозпроизводителям ничего не компенсировали вам тут еще добавляют хотят заменить полное освобождение от уплаты налога снижением налоговых ставок на 50% по транспортным средствам которые не используются для сельскохозяйственных работ и производства сельхозпродукции легковой и грузовой транспорт что это значит у вас есть транспорт который участвует в чем в дойке я не знаю в перевозке зерна сена а есть транспорт который не участвует вот я не знаю это какой транспорт который директора возит что это значит ну вот в части исключения льготы по легковому В принципе, я согласен. Он, конечно, напрямую в сельском хозяйстве не участвует. Может быть, руководителя хозяйства возит. Но по грузовому транспорту я с большой ответственностью утверждаю, что весь грузовой транспорт так или иначе участвует в сельскохозяйственной деятельности. То есть, если это грузовые автомобили, то они участвуют и в перевозке удобрений, в перевозке сена, в сборке урожая. То есть, они хотят оставить только для специализированного транспорта молоковозов, комбайнов и так далее. Но грузовой транспорт, он ведь тоже участвует непосредственно в сельском хозяйстве. И не знаю, откуда такие были мысли, так сказать, и выводы сделаны. Я с ними не согласен. По этому поводу буду носить свои предложения. Я слышала, что была такая мотивационная часть, как спекуляции на вот этом тарифе, на освобождение от уплаты налога сельхозпроисводителями. Кто-то имел какие-то дополнительные производства, лесные, например, какие-нибудь там лесопилочки или что-то еще, а технику заводил как техника сельхозпроизводителя. Вот как борьба с такими спекуляциями? Это действенная мера или можно по-другому как-то здесь? Ну, надо сказать, что сейчас у некоторых сельхозпроизводителей также имеются там в наличии эти же лесопилки, но они, так скажем, лес используют в своих собственных нуждах. То есть они его не продают. Они используют либо на отопление, либо на постройку жилья или ремонт для своих сотрудников. То есть говорить о том, что этот транспорт тоже не участвует в сельхозпроизводстве, ну, тоже, наверное, неправильно. Понятно. То есть нужно комплексно рассматривать вопрос, потому что это же не только дойка там, да, или не только выращивание телят или завод сена. Это весь комплекс вопросов, которые связаны с социальными, в том числе направлениями этого бизнеса. А сельскохозяйственный бизнес, это несет большую социальную нагрузку. Это развитие наших, сохранение даже, не развитие просто наших сельскохозяйственных территорий. Ну и в условиях, когда с одной стороны не увеличивают финансирование, да, а с другой стороны сокращают какие-то льготы, ну, извините, это уже какой-то грабеж получается. Продолжим разговор с нашим гостем. Это Федор Сураев, это его особое мнение вы сейчас слушаете. Вот у меня были заготовлены еще кое-какие вопросы, которые не касались мусора, но вот уж никуда от мусора не деться. Потому что тут выяснилось, и это было написано в телеграм-канале вашего коллеги, Романа Титова, коллеги по ОЗС. Он пишет, что плата за мусор в Кировской области в 2019 году будет индексироваться. Вот только что мы узнали о новых тарифах, вот только буквально, что, например, в Кирове 135,74 будет тариф за мусор. И тут нам сообщает через Романа Титова, что вырастет во втором полугодии примерно на 5 рублей тариф с человека по сравнению с той, что будет действовать с нового года. Вот он ссылается на имеющиеся у него на руках материалы РСТ. Тут же подключился Константин Сичихин, который говорит, что будет произведен анализ тарифной заявки вместе с коллегами по рабочей группе федеральными экспертами ОНФ. Вы пристально смотрите, следите за этой темой по тарифам, и насколько вам кажется, она серьезной? Ну, ситуация, конечно, такая напряженная, так скажем, вот, пока непонятно, как будет реализовываться вообще весь этот проект по сбору мусора. То есть, с одной стороны, выбрали одного оператора, но он не обязан ни сообщить, где находится сбор мусора, ни рассказать при пакетном сборе мусора, когда он будет производиться. То есть, это все отдано на откуп муниципалитетам. Верно, да. Да, тут, кстати, представитель Куприта как раз говорил, что они не обязаны информировать на местах людей, а это все, где будет площадка, когда вывоз, это все муниципалитетам. То есть, это говорит о качестве услуги. То есть, ну, услуга, я считаю, если она, так скажем, платная, она должна качественно предоставляться. Вот, а тут немножко такие идут несоответствия. Ну, хотя в законе все прописано, конечно, да, и ответственности там разграничены, ну, значит, тогда муниципалитеты должны активно включаться в работу и информировать граждан, где, каким образом, как будет собираться мусор и за что они платят. Вот, а ситуация, конечно, так скажем, напряженная, и в Босинцах вот этот... Решение арбитражного суда. Да, да, по этой площадке тоже неоднозначная, там, конечно, будет апелляция. Вот, ну, дождемся следующего решения. Вот, но пока ситуация непростая, так скажем. Что касается нашего города, улиц, парковок, мусора и прочего, я бы просила вас в выходные посмотреть видео, которое выложено на нашем сайте, на сайте хакерова.ру, видео, которое сняли приезжавшие сюда на урбанистический форум, который прошел в октябре, два специалиста по транспорту, по дорожной инфраструктуре. Это Аркадий Гершман и Иван Иванов. Я всем нашим слушателям, кто его не видел, рекомендую посмотреть. Посмотрели ли вы его? Да, я посмотрел. Как ощущения? Ну, в принципе, ничего нового я не увидел, не услышал. Все это я вижу ежедневно в нашем городе. Вот, поэтому мнения у меня абсолютно с ними совпадают. Вот, и нужны какие-то, не знаю, меры принимать в этом направлении. Ну, надо сказать, что вот специалисты, они просто шли по улице, по улицам города Кирова, по разным совершенно. Отмечали разные объекты, и строительные объекты, и дорожные, и тротуарные, и инфраструктурные, и заборы наши, и все. И давали некие рекомендации. Не просто отмечали, что здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо, а давали некоторые рекомендации. Вот когда вы слушали, казалось ли вам это очевидным совершенно, что вот надо так, а не иначе? Или с чем-то поспорить хотелось? Нет, в принципе, поспорить не хотелось. Да, ну, решения кажутся очевидными на самом деле. И вопрос сразу встает. Почему такие решения в жизни не исполняются? Да, вот хотелось бы, вот это самый главный вопрос, почему у нас так не сделано, да, сделано как-то по-другому. Вот этим вопросом задаешься, и все-таки надеюсь, что, не знаю, администрация обратит на это внимание, и будут подходить к решению проблемы комплексно. Комплексно, и учитывать там интересы, прежде всего, жителей и пешеходов нашего города. А в интернете многие очень перепостили это видео, и идут прям жаркие споры. Часть людей говорит, понаехали тут, вот эта фраза, понаехали тут, урбанистов-то развелось. Что такое вообще эта урбанистика? И говорят, что да мы и сами это все знаем. Вот заводы у нас стоят, а вы тут урбанистов приглашаете. А вы как думаете? Ну, знаете, так скажем, хейтеров всегда хватает, как говорится, и любые предложения, любые изменения, даже если они в лучшую сторону, они встречают сопротивление. То есть это, так скажем, законное управление очевидное. Вот, поэтому не нужно обращать внимание на такие комментарии. Вот, нужно стремиться к улучшению, я так считаю. Я думаю, что мы еще расскажем до конца года, как развивается производство, ваш кировский молочный комбинат, какие у него планы на следующий год, потому что это очень важно. Почему я об этом говорю? Потому что мы встречаемся в разных программах с Федором и в развороте на бизнес, и в программе Урбан в том числе. И мне будет интересно узнать, какие планы в социальном смысле, в таких вот проектах общественных у предприятия есть, потому что я знаю, что коллектив у вас очень активный. Сами что-то бесконечно придумывают. И это очень приятно. И хорошо, что вы к хейтерам не относитесь, Федор, а поддерживаете в том числе и урбанистическую тему в нашем городе. Благодарю вас за ваше особое мнение. На сегодня программа завершена. У микрофона работала Светлана Занько. Это был Федор Сураев. Спасибо.